Слава Господу, братья и сестры Его в сердце, и особенно важно, когда оно нас касается. Я хочу с вами сегодня коснуться места Священного Писания, о котором говорит Иисус, Он говорит на горной проповеди, когда Он давал очень важные наставления. Хочу об этом поделиться только потому, что, читая это слово, заметил, что каждый из нас, без исключения, обязательно находился или в том, или в ином положении, о котором говорит Иисус. Читаю Матфея, 7 глава, начало. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Когда я посмотрел это же самое выражение Христа, которое записал евангелист Лука в 6 главе, когда он говорит, какую меру мерите, то он там более контрастно выражает эту мысль. «Какую и вам, говорит, отмерят мерою доброю, утрясенную, нагниченную, то есть надавленную и переполненную, отсыпят вам в лона ваша». Если бы мы об этом чаще думали, если бы мы чаще бы об этом рассуждали, что то, что мы говорим о нашем ближнем, то, что мы фактически, я говорю, что мы говорим, обратите внимание, Иисус здесь говорит «не судите», то есть в одни Иисуса Христа судили. Он не говорил «может быть» или «нельзя» или «опасно». Он говорит «вы уже судите», а вы «прекратите». Он говорит «не судите», ибо судимы будете. И как судите вы, так будут судить и вас. И вы даже не имеете права судить. Первый признак, когда ты кого-то судишь, обрати внимание на диагностику Иисуса Христа. Это он провел диагностику. Если ты судишь, стало быть, у тебя проблем больше, чем те, о которых ты говоришь. Если смотреть в оригинальном переводе, в греческом, то там речь, скажем, если мы представляем себе сучок и бревно, ну любой из нас, скептик, скажет так. Ну сучок это тоже много уже. А в оригинале не сучок написано. Там написано «щепка от сучка». Тот, кто знаком немножко с деревообработкой, тот знает, что сучок хоть руби, хоть стамеска режь, хоть рубанком строгай, сучок всегда выламывается. Маленькая такая, как косточка выламывается. И вот там именно об этом выломанном кусочке речь идет в оригинале, что вот как этот кусочек в глазу человека, а у другого в бревно. Вот такое соотношение приводит Иисус Христос, а Он, будучи Сыном Плотника, точно знал, о чем говорил. И вот Он говорит, если ты кого-то судишь, первое, у тебя уже проблема, у тебя бревно в глазу уже есть, и ты начинаешь судить. Но суди так, помня, что тебя осудят еще больше, утрамбуют и натрясут. Часто люди говорят, я не говорил этого, такого не было, это прибавили. Это естественно. Так сказал Иисус. Прибавят, притрамбуют, наложат с горой, а потом тебе отсыпят. И как тяжело расхлебываться, когда тебе вдруг вот такое отсыпали в лоно твое, в наследство твое отсыпали тебе. И знаете, как оно печально сказывается? Очень печально, я к этому еще вернусь, что оно очень печально сказывается, когда тебе отсыпают в наследство вот такое щедро с горой насыпанное, очень много неправды, только потому, что ты когда-то, что такое судить? Ты увидел что-то в твоем ближнем. Оно тебе не понравилось. И ты вынес свой вердикт, свое мнение по этому действию, которое ты увидел. Ты даже не учитываешь, а может, человек и не понимал по-другому, а может, он просто недорос, а может быть, он в других условиях, чем ты, воспитывался. А может быть, он, знаете, вот недавно эта фраза звучала здесь, в собрании, сначала, даже сегодня, мне кажется, сначала сказал, а потом подумал. А потом спохватился, ай-яй-яй-яй-яй, что же я наговорил? Пришел домой на колени, Господи, прости, я так виноват, я так опозорился, мне так стыдно, прости меня. Но ты всего этого не видишь. И ты, увидев его недостойный поступок, его уже осудил. Знаете, было бы здорово, если бы мы настолько были мудрые, осудив ближнего за какой-то негативный поступок, поведение, слово, действие, мы бы оставили при себе, какие бы мы были счастливые и умные люди. Написано в Библии так, «Глупый, когда молчит, кажется умный, кажется мудрый» написано. Просто оставь это в себе. Но опять же Сирахов говорит, «Глупый услышал слово, и оно как стрело, как стрела, вонзенная в бедро». Это нужно обязательно рассказать. Мой брат, моя сестра такое сделала, так поступила, так себя ввел, так выглядел. Это нужно обязательно рассказать. Обращаю наше внимание, братья и сестры, когда я сказал, что мы обязательно в этой ситуации находились, мы находились или в ситуации, мы рассказывали это кому-то, или мы были доверенным лицом. Нам тихо, по секрету сказали, «Слушай, я сейчас тебе такое расскажу». И мы развесили уши, «Какое?» И внимательно слушаем, «Какое?». Обратите внимание, мы не говорим о инопланетянах, мы не говорим о людях, которые нам не знакомы. Представьте себе, вам бы сейчас что-то рассказывали о человеке, которого вы никогда в глаза не видели и не знаете. Вы бы сказали, «Слушай, я его не знаю, мне даже неинтересно, я не хочу это слушать». Как правило, тема нашего общения, тема нашего рассуждения, тема наших вердиктов, а потом недовольство и возмущение, и пренебрежение, это наши близкие люди. Это семья, это муж или жена, это наши дети, это наши соседи, в крайнем случае, с которыми мы общаемся. В основном, я наблюдаю, это круг общения людей, с которыми мы больше всего общаемся. Скажите, пожалуйста, кто из вас, с кем общается еще больше, кроме как вот с этими людьми в собрании? Я скажу, у меня самый большой круг общения, с кем я общаюсь, это вы, мои братья и сестры, потому что в среду собрание, в пятницу собрание, в субботу утром собрание, в промежутке собрание, вечером собрание, кроме этого братские, членские, кроме этого посещение по домам, кроме этого выслушивание вот таких наговоров, то есть мое самое большое общение, самый источник информации, это мы с вами христиане, именно эти люди в кругу моего общения и, если что, то больше всего, подавляющее большинство информации я слышу именно о вас, братья и сестры. И когда я читал это место Священного Писания, я обратил внимание, что Христос говорит, если ты увидел что-то, и это тебе не понравилось, и ты осудил, и потом еще и рассказал ближнему, а ближний не до чуда прибавил, и потом приходят в собрание, и на человека уже косится криво, на человека смотрят уже не так, как смотрели вчера и третьего дня. Нам недавно в собрании было сказано пророческим словом, что вы с пренебрежением смотрите друг на друга. Я бы хотел, чтобы каждый из нас обратил внимание, чтобы мы сейчас не возмущались внутренне и не оправдывались, а просто подумали над тем, есть ли человек в собрании, который мне не симпатичен, который мне неприятен. Если он есть, то учти и другое, и ты кому-то не симпатичен и неприятен. Какою мерою мерите? Это правило, с которым сказал Иисус. Такое и вам мерят. Какой бы ты ни был удачный, симпатичный, красивый, разумный, причесанный, модно одетый, неважно, ты кому-то не симпатичен и неприятен. Если тебе есть такие, с кем бы ты и не встречался, и не здоровался, учти, есть люди, которым ты неприятен, и они с тобой здороваться не хотят и видеть тебя не хотят. Я не раз слышал такое слово. Вот, люди прошли, со мной не поздоровались. У меня автоматически вырывается вопрос. А ты совсем не здоровался? А ты ко всем был приветливый? Но будьте осторожны. Будьте очень осторожны, потому что абсолютно недавно я, скажем, здорово погорел в этом плане. Я сидел в кругу людей, которые мне полностью доверяют, и они мне рассказывали негативную информацию об одном человеке. Я какое-то время ее слушал, хотя мне ее было неприятно слушать, но я слушал. А потом решил сказать, что я это слушать не хочу, мне это неприятно, и сделал огромную ошибку. и взял специально, контрастно, указал на ошибку мне рассказывающих людей. Я даже не представлял, что я сделаю большую ошибку. Я потом за это должен был извиниться, потому что очень огорчил человека своим преувеличенным контрастным выражением. Я очень огорчил человека. Вы представляете, из доверенного лица, которому доверяют такие тайны, я попал совсем в противоположный статус. И чтобы вернуться к прежнему статусу, или нужно сказать, нет, 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 все, что ты говорил, это суперистинная правда, чтобы задобрить человека. Или сказать, извини, я виноват, я очень неправ в том, что я в противовес, вместо того, чтобы как-то мягко остановить, а это нужно сделать очень деликатно. Почему? Потому что человек раскрыл тебе душу свою, он рассказывает, потому что оно в душе у него сидит, он уже осудил, и оно его распирает, он должен кому-то сказать. Знаете, это как соленая капуста, когда она бродит, закрой ее крепко, она взорвет любую посуду, этот газ должен выйти. И если ты его не выпустишь, будет катастрофа. Но когда ты его выпускаешь, что происходит? Я бы хотел, чтобы вы дома обратили внимание вот на этот абзац, который я прочитал. Я его читал несколько раз и смотрел, и пытался понять, говорю, Господь, что общего, какая связь, когда ты говоришь о том, чтобы мы не осуждали, и дальше говорит 6 стих, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали его. Как это привязать к этому выражению Христа? Давайте мы попробуем вместе. Может быть, у кого-то из вас, когда вы будете об этом рассуждать, и другая идея возникнет, потому что слово, оно очень многогранно. Я бы хотел, чтобы мы хотя бы над этим задумались. И если у кого-то появится другая идея, я буду в восторге от того, что Господь многогранно открывает нам об этой проблеме, чтобы мы это не делали, потому что Богу это не угодно. Он этого не хочет. Мы сейчас еще посмотрим несколько других мест Писания, где Господь категорически этому противится. Давайте мы посмотрим. Не давайте святыне псам. Кто такой святыня? Народ святый, люди взятые в удел. Кто это? Это дети Божьи. Это христиане. Это тех, которых Он омыл, осветил и оправдал. Тем, которых Он назвал по имени и сказал, ты мой. Ты будешь переходить в воду, они тебя не потопят. Это святыня. Дальше. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Давайте мы вспомним притчу Иисуса Христа. Он говорит такие слова. Царствие небесное, Матфея 13 глава, он говорит так. Царствие небесное подобно, как если один купец искал драгоценных, что? Жемчужин. И когда нашел одну драгоценную жемчужину, он продал все и купил эту жемчужину. Кто эта жемчужина? Что страшно сказать, братья и сестры? Кто? Конечно. Не стесняйтесь, не будьте чересчур скромными или скованными. Да, мы с вами в глазах Иисуса жемчужина. Христос это подобие проводил в Царствие Небесное. Вы жемчужина. Когда Он оставил славу неба, когда Он оставил все величие неба, весь комфорт и удобство, все то почтение, которое было на небо и пришел на землю, и когда Он нашел тебя и меня и нашел в нас написано нечто доброе, Он всю славу неба отдал. Он принял образ человека, сделался по виду как человек и нашел в нас, призвал и сказал в доме Отца Моего обители много, ты та жемчужина. Очень часто, когда мы говорим о нашем ближнем, мы не думаем, что Он святыня и что Он жемчужина. Мы думаем по-другому, мы думаем, какой негодяй или негодяйка, что так сказал, так поступил, так себя вел, так оделся или так вообще себе может позволить. Что ты себе можешь позволить? Понимаем ли мы, что мы говорим со святым, мы говорим с жемчужиной. Я уже сказал о том, что, как правило, доверяют очень близким людям, доверенным людям, которые не разболтают там, где не надо и не перенесут тому, кому не надо, а перенесут тому, кому надо. Вот им такие вещи доверяют. Когда я прочитал, что когда мне кто-то доверяет вот такую, я скажу открытым текстом, вот такую сплетню, вот такую клевету и осуждение, когда они мне доверяют, я в своих глазах думаю, какой я доверенный человек. В словах Евангелия тот, кто принимает, кому бросают под ноги, это пес, который растерзает и покусает, и это свинья, которая растопчет и испачкает жемчужину, которую осветил Христос. Жемчужину, о которой сказал Христос, касающаяся вас, касается зеницы моего ока, а я думаю, я доверенное лицо, которому доверяют такие тайны. На самом деле, Евангелие, Христос говорит, это пес и свинья, которая покусает и растопчет и испачкает. А потом, читаю дословно, обратившись, растерзают вас. Как часто, братья и сестры, приходится вот именно с этим фактом сталкиваться, и мы не понимаем, очень часто не ценим, не понимаем Слово Божье, плачем, обижаемся, жалуемся, выясняем, какие-то консилиумы создаем, чтобы выяснить, кто что говорил и как говорил и почему он так сказал. А тут Евангелие очень просто говорит. Как только они попрали и растерзали одну жемчужину, они обратятся и растерзают, перефразируя, вторую жемчужину, то есть тебя самого, который это сделал, бросил под ноги своего брата или сестру с его неправильным действием. Вы вправе задать мне вопрос, так что, закрывать на все глаза и никому ничего не говорить? Нет, ни в коем случае. Но не осуждать, не осуждать. И когда вы будете этим доверенным лицом, на первый взгляд, хотелось бы, чтобы Господь даровал мудрости больше, чем в том случае было у меня, чтобы вы все-таки могли мудро, кротко, с благодатью сказать, брат или сестра, давай мы о чем-то другом поговорим. Давай мы рассмотрим, попытаемся рассмотреть вот у этого человека, какие у него есть позитивные стороны, чему можно было бы подражать. Я понимаю прекрасно, потому что пробовал это делать, перевернуть разговор совсем в другое русло, это очень сложно, это очень тяжело. Братья и сестры, но Иисус Христос говорит, Он даже в наших интересах говорит, учти одно, если ты согласился на то, что судишь, у тебя серьезные проблемы, у тебя бревно в глазу уже. И прежде, чем ты хочешь говорить о чем-то сучке, вынь бревно из твоего глаза. Вот поле занятия, вот действия, чем надо заниматься. Как только ты услышал информацию, слушай, я тебе сейчас что-то расскажу. Я хочу, чтобы Дух Святой сказал твоему сердцу, слушай, слушай, сейчас тебе будут говорить о твоих недостатках. Не смотри, что имя не твое, сейчас будут говорить о твоих недостатках. Будь очень внимателен и знай, раз тебе говорят, то Господь Духом Святым хочет тебе указать на твой недостаток. Не развешивай уши и не слушай, что тебе говорят про ближнего. Поверни очи вовнутрь и думай, что Господь хочет сказать тебе. Смотрите, читаю из Священного Писания апостол Павел. Апостол Павел в послании к римлянам в 14 главе 4 стих говорит следующее. «Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом, стоит он или падает? ибо будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его?» Кто ты? Кто дал тебе такое право? Кто дал тебе право суда? Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, Павел говорит, ты кто, что судишь чужого раба? Ты что, ему деньги платишь? Ты ему царствие Божие приготовил? Ты кровь за него пролил, что ты его судишь? И что интересно, знаете, для себя я открыл, здесь Павел уже предвосхищает события и говорит следующее. Кто ты, который судишь чужого раба, перед своим Господом, стоит он или падает? И будет восстановлен. Тот, за кого ты сегодня сплетничаешь, он будет восстановлен. Есть два действующих, скажем, господина в этом мире, которые неусыпно печется о том, и который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это один Господин, правящий миром. И есть другой, который клевещет на братьев день и ночь. Неусыпно печется о том, чтобы клеветать на братьев. Когда ты такое принимаешь, когда ты осуждаешь, а потом недовольствуешь, просто обрати внимание, от какого источника эта информация приходит. Есть всего два источника. Есть тот, который хочет, который восстановит, потому что он силен восстановить. Может быть, мне, как христианину, вообще разумнее, когда я такую информацию услышу, сказать, стоп, ты это видел? Видел. Давай склоняемся на колени и обращаемся к тому, чей это раб, потому что тот Господин хочет, чтобы он спасся, и давай мы совершим самые первые молитву за то, чтобы он на самом деле спасся. И ты увидишь, как Дух Святой наполнит эту молитву, ты увидишь, какое у тебя благорасположение к этому несчастному человеку будет, который на самом деле сделал непристойный поступок. Но, чтобы до этого дойти, Христос предупредил в Нагорной проповеди, а Нагорная проповедь читается как бы основополагающее, самое главное, что Господь хотел своим ученикам сказать, перестаньте судить, потому что из суда приходит осуждение. Сирахов говорит так, суждение и осуждение близки. Когда мы говорим о ком-то, и я пробовал такое, знаете, для себя просто пробовал, говорит, ну, не судите. А мы не судим, мы рассуждаем. Мы просто рассуждаем. Цель рассуждения сделать вывод и не делать так, или цель рассуждения показать, какой брат плохой или сестра. Но вместе с тем я хочу только указать на евангельские моменты, где, когда человек осуждает человека, Бог не на стороне осуждающего, Бог на стороне того, которого осуждают для того, чтобы его оправдать, и даже тогда, когда оправдательных аргументов вообще нет. Это просто принцип Божий, это его характер. Он не осуждает прежде времени. Он не судит никого, никак, говорит Павел, прежде времени. Пока еще не пришло время суда, он всех оправдывает и хочет, чтобы все люди спаслись. Это характер нашего Господа Иисуса Христа. Читаю такое место, Иоанна 8, 3. Вы эту историю все прекрасно знаете, и очень трудно иногда переживать такое событие. Но это Евангелие, так поступил Христос. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, сказали Ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями, ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. «Они же, услышав то, и будучи обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Братья и сестры, вот сработал принцип учения Господа Иисуса Христа. Сказать, что Он поддерживал блуд? Нет. Категорически, однозначно, нет. Сказать, что это она сделала как-то по ошибке нечаянно? Нет. На такое по ошибке и нечаянно не идут. Ее взяли по личным. Тут не надо было никаких доказательств. Факт налицо. Но работает принцип. Ты привел кого-то, и твое бревно тебе мешает бросить камень. Иисус им дает позволение. Бери камень и бросай. Но бревно мешает нагнуться, достать камень, потому что оно в глазу торчит. Человек не может нагнуться до земли и взять камень. И будучи осуждаем, стали уходить один за другим. Я даже не могу себе представить и не хочу об этом фантазировать. Чем же они занимались, эти книжники и фарисеи, эти довольно порядочные люди, чем они занимались, что они не осмелились взятую в прелюбодеянии побить камнями? Я не знаю. Я просто не знаю. Но сам факт говорит о том, что они привели и хотели ее побить, а Иисус говорит, бейте, берите камни и бейте. Но при одном условии, при условии, которое мы прочитали, есть сучок и есть бревно, бери камень и бей. И ни один из них не смог этого сделать. Вы представляете, какой контраст, вы представляете, какая огромная разница между тем, кого привели, а привели за дело, которого действительно по закону Моисееву ее надо было побить камнями. Это однозначно и бесповоротно. Но представьте, другая гора, насколько она была высока, что та гора не могла нагнуться до подножья, чтобы взять камень. И люди этого не понимали. Люди этого даже не знали, даже не замечали, друзья. И сегодня картина, самообщий, сам общий пейзаж не поменялся нисколько. Человек осуждающий, человек судящий, а потом еще, будучи наполнен своими осуждениями и суждениями, начинает ненавидеть и пренебрегать. Он нисколько не лучше тех книжников и фарисеев. Нисколько. И я хочу только еще раз напомнить, Господь Иисус предупреждает и говорит, Он предупреждает и говорит, каким судом ты судишь, таким тебя осудят. но милость превозносится над судом. Я сейчас не говорю конкретно о каком-то грехе. Я не говорю о чем-то глобальном или маленьком. Я говорю о том, друзья, что иногда мы позволяем себе говорить вещи, за которые нам нужно бы склониться и помолиться. Нам бы нужно полностью свой менталитет христианский перестроить. Почему я об этом говорю? Да только потому, что апостол Павел, будучи великим апостолом в первом послании Коринфянам, смотрите, как он на это реагировал. О нем тоже одни говорили это суеслов, другие говорили он сумасшедший, он доучился до сумасшествия, он уже нездравый, а другие он пришел, ему принесли жертву, привели волов к воротам города и хотят принести ему жертву, потому что он Бог. Вот так судят о каждом человеке. Одни крайне позитивно до того, что на самом деле нет, другие крайне негативно, чего тоже даже и не именуется. Но Павел не поддавался всем этим уловкам и трюкам, я скажу прямо дьявольским, он наблюдал за тем, служа Христу, говорить такие слова, 1 Коринфянам 4-3, он сказал следующее, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, как судят другие люди, я и сам о себе не сужу, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Обратите внимание речь Павла, он говорит, я сам о себе не сужу, меня не интересует, как судите вы, да и вообще прекратите судить, когда придет тот, который осветит все то, что во мраке, все то, что мы не знаем, мы не знаем по каким обстоятельствам, почему, что произошло, что подвигло человека сделать какому-то негативный поступок. Этого мы пока не знаем. Второе мы не знаем, более главное, мы не знаем, как он после этого поступил. Сам Павел, будучи апостолом, он говорит, «По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. Я за всех вас готов расписаться, что по внутреннему человеку, там, где Господь вселился Святым Духом, там, где вы умиляетесь, там, где вы сокрушаетесь, там, где вы радуетесь о спасении, вы с удовольствием хотите жить свято. Вас это влечет, вас это манит жить свято. Но Павел говорит, «Но в членах моих я вижу иной закон, есть целый закон, который противоборствует закону моего ума. Я хочу делать добро, и в этот момент предстоит мне зло». И вот когда придет тот, который осветит все то, что во мраке, осветит то, как я плакал, когда ошибся, осветит то, как я каялся и просил прощения, осветит то, как я жалел, что я так не пободрствовал, тогда он говорит следующее, когда это все осветится и обнаружится сердечное намерение, тогда каждому будет похвала от Бога. Вы понимаете, не осуждение, вот ты попался, нет, будет похвала от Бога, похвала не за то, что ты сделал что-то негативное, нет, а за то, что ты сделав, покаялся, исправился, попросил у Господа прощения и впредь этого не делал. Когда откроется вот это вот сокрытое во мраке, ты получишь похвалу. И поэтому, когда о тебе что-то говорят негативное, не переживай, не расстраивайся, об этом так было всегда еще. Я хочу напомнить один такой пример из книги Иисуса Сына Сирахова в пятой главе с первого стиха. Здесь интересный такой момент написан, что люди нечестивые о праведниках думали очень негативно. Но, смотрите, читаю из Сирахова пятая глава первый стих. Ты уже наизусть знаешь, что я хочу прочесть. Послушаю тебя, просто беру на веру, что ты прав. Я записал у себя Сирахова. Ты прав. Молодец. Спасибо. Тогда праведный с великим дерзновением станет перед лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его и, раскаиваясь, и, воздыхаясь от стесненного духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчей и поругании. Безумный, мы бы отчитали жизнь его сумасшествием и кончину ее бесчестную. Как же он причислен к Сынам Божьим? Когда это произошло? Как это было? А Павел говорит, когда открылось сокрытое во мраке. Вот когда это было. Братья и сестры, я хочу, чтобы Господь благословил каждого из нас, чтобы мы это помнили. Сегодня вот до меня, скажем, не договариваясь, брат Петр говорил о теме воспитания детей и родителей. Я скажу, те, которые занимаются душепопечением, те, которые ведут беседы, общаются, наставляют молодежь, вот брат Петр сказал, что на молодежной конференции, они просто знают ряд историй, ряд случаев, почему они об этом молчат, потому что это душепопечительные беседы, это беседы, о которых они не распространяются, это таинство исповедания, в которое они обязаны молчать, и благословен Господь, дарующий им мудрость молчать. Но, если сказать общей фразой, вы даже очень часто не подозреваете, как часто, как часто дети взрослые, которые хотят служить Господу, и наполненные первой любовью Господа, и движущиеся к Богу, как часто они высказывают недовольствие в адрес своих родителей, как часто они видят своих родителей не пример, они видят наоборот, вот это вот, я скажу простыми словами, чтобы это было доступно, сплетни, наговоры, осуждения, возмущения, наговаривания на различных людей в церкви или в обществе, и когда они все это видят, и, знаете, приходило слышать от людей, что им сказали, так ты иди, скажи своему родителям, и сын или дочь говорит, я никогда в жизни им не могу сказать, потому что знаю их реакцию. Братья и сестры, как бы мы не воспитывали, я думаю, любой из нас хочет, чтобы наши дети были лучше нас. Я скажу, они должны быть лучше нас, потому что, если бы мы более глобально охватили, что движется на них, к чему мир наклоняет их сегодня, что сегодня пропагандируется и говорится, что это становится нормой, мы бы просто проходили бы в очень большой ужас, и мы бы очень много молились Богу и думали о том, что движется вот на это молодое поколение. все то, что в нашу молодость даже было слушать, не то, что об этом не говорилось даже, слышать такое, то было стыдно, то сегодня пропагандируется в открытую и называется нормой жизни. Все то, за что были просто уголовные статьи, я вот буквально недавно слышал, что было, скажем, такое, как бы показательное такое выступление, такое консилиум, как бы показывали самые современные фильмы, которые вот будут на экранах, скажем, мировых экранах будут, что Холливуд выставляет, что он пропагандирует. Вы знаете, что он пропагандирует? Каннибализм. Поедание людей людьми. И это пропагандируется как норма. В фильме это показывается, что человек съел человека, а потом ведет абсолютно нормальный образ жизни. Влюбляется, его любят, он очень популярен. И когда такой артист выходит на сцену просто как артист, не в кино, а просто как артист, то люди от возгласов и радости впадают в обморок от восторга, что они с этим артистом встретились просто на сцену в лайф, вживую встретились. И это сегодня пропагандируется. Это сегодня, потому что то, наукой доказано, то, что человек видит, это 80% информации, 80% информации то, что он видит. И если в мою молодость никто никогда из верующих людей не осмелился и не говорил, если он даже тихаря где-то что-то видел, он им говорил, что я видел. Даже была, знаете, такая шутка, прикол такой, я, говорит, по радио видел, потому что смотреть телевизор это было немыслимо. Я по радио видел, говорит, или я в газете видел, хотя говорил о фильме. Сегодня мир настолько перевернулся, что все все видят, все все знают, и все главное в том, когда мы говорим, когда мы говорим о том, что что мы исповедуем, оно материализируется и становится реальностью. Я с этим много раз сталкивался, потому что давно об этом говорил, люди говорят, все это квач, ерунда, все это, я в это не верю, я это не принимаю. Сегодня есть такое выражение, мне недавно один брат сказал, а ты слышал, что такое окно Авертона? Я аж уши развесил, думаю, вау, какое-то новое слово, не знаю даже, что это такое. Потом слышал другое мне говорить, а ты знаешь, что такое окно Авертона? Это слово, оно мне вообще чуждо, я его не знаю, но я знаю, что стоит за этим словом. Еще мой отец, когда я был ребенком, он говорил такое слово, он говорил об этом окне Авертона, он говорил, если человеку, вполне здравому, нормальному человеку, целый месяц говорить, ты собака, ты собака, ты собака, через месяц он залает. Это я помню, ребенком слышал от своего отца. Сегодня это практикуется в полную мощность со всем тем капацитетом, который есть в этом мире. Все средства массовой информации, они об этом говорят. И еще что хочу сказать, если дети не доверяют родителям, это самое первое, звоночек в сердце родителей. Почему? Почему они доверяют другу, подруге, душепопечителю? Почему они доверяют социальным сетям? Они выставляют такие вещи, которые родителям никогда не скажут. Родители просто не соображают в этих социальных сетях и так далеко не заходят. Есть еще открытые, а есть еще и закрытые чаты. Если тебя туда не запустят, ты туда не попадешь. Но я задавал себе невольный вопрос, а зачем их создают? Для того, чтобы те доверенные люди, а я их сегодня, хотя и сам находился в этом положении, я их называю псы и свиньи, чтобы они туда доступ имели. Но учтите одно, пес и свинья таким и останутся, они потом тебя и растерзают. Если сегодня ты кому-то перемываешь кости, то сделают с тобой то же самое. И поэтому я хочу, чтобы Господь помог нам, чтобы Господь хранил нас, чтобы мы помнили о том, что самая большая война, и она давно объявлена, самая большая война, она объявлена семье. Семье сначала ячейки, мать, отец и дети, семье, как церкви, братья и сестры, во главе с Христом, им объявлена война. И не случайно Христос, когда был на земле, Он заботился о последнем времени и говорил, придя, найду ли веру на земле? Когда Он говорил это ученикам, я уверен в этом. Ученики даже не подозревали о том, куда шагнет технология, какие будут технические возможности, какие будут искушения, какие будут провокации, им на ум это даже не приходило. Даже не приходило. Сегодня я помню, когда, скажем, речь шла в одни моей молодости, люди всегда были любознательны, речь шла о числе 666, люди пытались что-то высчитать, вычислить как-то и думали, как же это будет. Сегодня десятки вариантов, я их слышу, и что интересно, все они на технической основе, все они на основе, скажем, виртуального мира, все они на основе электроники, все они на основе микро-микро-микро-чипа всяких, в мою молодость об этом даже и не думали, и не понимали, что такое вообще реально. Сегодня, когда я слышал вот эти аргументы и доводы, когда вот брат Виктор прошлую субботу говорил вот эту информацию, я был действительно просто очень удивлен, не скажу вау, потому что меня сестра одна обличила, я больше стараться буду так не говорить, я был очень удивлен и вместе с тем очень обрадован, услышав такую информацию. Оказывается, эта информация, она реальная, что можно влиять на человек, эта оса влияла на мураша, которого брала за усы и тянула куда хотела, ужалив его, он ей не мог противодействовать. Когда я увидал, что это есть в природе, а человек ничего другого не придумал, он только повторяет за природой, но это реально, и поэтому, братья и сестры, не случайно, не случайно, некогда апостол Павел сказал, что наша брань не против плоти и крови, наша брань против духов злобы поднебесной. Игнорируешь ты это, принимаешь ты это или не принимаешь. Когда мне говорят, что я в это не верю и не принимаю, я к этому очень спокоен, ничего, придет время, все поймешь. Но я бы хотел, чтобы когда придет это время, чтобы мы были готовы, а готовы мы только тогда, когда мы исполняем Слово Божье, когда мы исполняем Слова Иисуса Христа, потому что Он верен и нет неправды в Нем. В Нем нет неправды. Проблема в нас, что мы многое не понимаем, мы иногда умничаем, что мы что-то знаем, а фактически Слово Божье нас учит. Мы еще ничего не знаем, как должно знать. Есть так, как должно знать. Есть стандарт Божий, а есть стандарт наших мозгов. Вот до чего дошли, и мы думаем, что это так, и на этом точке, и по-другому быть не может. Может. Может, потому что нужно дорасти до уровня познания Господа, и тогда Писание открывается абсолютно в новом свете, и опять же, не извращая или не понося то, что ты знал. Вот эти азы начала, их не надо отвергать. Они истинны, они да и аминь. Но есть большая глубина, которую бы я хотел, чтобы Господь нам открывал, и чтобы мы в последнее время, именно будучи руководимы Словом Божьим, Духом Святым, были верны нашему Господу до конца. Я хочу вместе с вами склониться на молитву, и хочу, чтобы каждый из нас запомнил. Все, что я говорил, вы не запомните. Я знаю, что выйдете в собрание, уже забудете, у вас будут свои интересы. Запомните одно. Одно единственное. Когда вы начинаете говорить о ком-то, о вас будут говорить на много раз больше. И когда вы услышите, что о вас говорят что-то негативное, не возмущайтесь. Вы это посеяли, вы это пожинаете. Спокойно принимайте, благословляйте этих людей, потому что вы это посеяли. Это слова Иисуса Христа, к этому я пришел. Я прошу, не всегда легко, бывает трудно, но я это делаю, я это практикую, и хочу, чтобы Господь помог. И когда мы это победим, когда мы свои бревна повытаскиваем, сучки нас не будут напрягать. Мы будем видеть, что это брат и сестра, это жемчужина, это святой, которого оправдает Господь. Склонимся и будем молиться Господу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова